Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня у нас пятая тема кадрового менеджмента развития и мотивации персонала в современных условиях. Что сегодня значит мотивация? Мы должны рассмотреть четыре вопроса. Это управление развитием персонала, кадровый менеджмент, адаптация, оценки и мотивации, обеспечение в управлении кадрами и основные направления развития кадров в современных условиях. Фактически кадровый менеджмент – это не только целенаправленная деятельность, обеспечивающая развитие способностей человека и его мотивацию как в интересах организации, так и в личных интересах. Основа кадрового менеджмента – постоянное развитие и мотивация своих кадров и глобальная цель – формировать и развивать, реализовать кадровый потенциал для получения максимального эффекта. Что это означает? Во-первых, это обеспечение полного удовлетворения потребностей своих клиентов, получение максимальной прибыли при имеющихся возможностях предприятия, обеспечение имиджа предприятия и предоставление работнику любимой работы. Что подразумевается под словом «любимой»? То есть той работы, которая ему больше нравится. Фактически каждый человек отвечает на вопрос, что должна обеспечить система управления персоналом для работника. В отношении организации мы рассматривали, в отношении сотрудника мы также рассматривали, что каждый человек ждет от организации тоже большого. Но встречаются два человека. Один приходит к нему устраиваться, другой приходит наниматься. То есть они составляют договор и приходят к обоюдному решению. И здесь у них как бы совпадают, когда совпадают интересы, они приходят к единому мнению и каждый выполняет свои обязанности. Но в современных условиях работники стараются на работе делать вид, что работают, а руководители стараются или пытаются всеми усилиями заставить их работать хорошо. И вот это понятие сегодня именно заставить работать хорошо фактически предполагает не просто управление персоналом, а предполагает его развитие, которое выражается в формировании команды, обеспечение профессионализма, компетентности, патриотизма, приверженности персонала. Эти все моменты как бы вроде и понятны для каждого работника, но для того, чтобы сегодня разбудить молодого специалиста к хорошей работе, это необходимо приложить определенные усилия. А для этого мы использовать можем сегодня только стимулирование персонала, которое предполагает сформировать такую систему мотивации, когда человека можно как бы разбудить изнутри, и как бы сегодня мы его понимать должны, то есть все его чаяния и личные интересы сегодня должны совпадать с интересами работодателя. Но это очень сложно сделать, но если вы используете в работе кадрового менеджмента, это возможно. Но и она предполагает, работа предполагает профессиональную подготовку и переподготовку, обучение и повышение квалификации, адаптацию и обучение через наставничество, обмена опытом, стимулирование и мотивация с учетом его личных интересов, развитие карьерного роста, а также ротацию, которая сегодня также предполагает замену любого сотрудника любым работникам, который сегодня работает рядом с ним. Ну и другие моменты. В японском менеджменте это делается легко и просто. Они берут в основном работников чистый лист, то есть по мере работы со школьной скамьи они берут работников, и по мере их работы они среди них выявляют, кто хочет, где работать. То есть через каждые два года меняют место работы. И таким образом этот молодой человек находит место, где ему больше нравится, и он там остается. А если у него есть желание стать начальником или специалистом, они его за счет своей компании отправляют на обучение. Ну, в целом мы говорим, что структура личностного потенциала у нас уже мы рассматривали ее. Единственное, что я хотела бы остановиться на том, что сегодня работники будут развиваться и будут выполнять все условия и указания руководства только в том случае, если вы правильно поставите развитие персонала, его мотивацию и стимулирование. А это очень сложно сделать, потому что каждый предприниматель думает о повышении своей прибыли и часто забывает личные интересы работников. Не всегда у него есть возможность провести материальное стимулирование или мотивацию. И поэтому надо использовать и материальную, и моральную мотивацию. То есть сегодня можно человека разбудить изнутри, предоставив ему небольшую грамоту или диплом, или подарить небольшую медаль. Это тоже стимулирует сегодня работников. Почему? Потому что сегодня все-таки мы работаем в обществе, которое ведет свой интерес, и которое как бы способствует развитию и получению определенного опыта всему обществу нашему. Управление персонала включает в себя основные этапы развития. Это имеется в виду, что развиваясь, человек как бы получает небольшой опыт. Но если мы будем планировать это развитие, то оказывается мы всегда выиграем. И также мы должны своевременно проводить адаптацию и профориентацию. Что такое адаптация? Это когда приходит новый работник, вы его должны ознакомить с рабочим местом. То есть ему трудно очень приспособиться, освоить новые навыки работы. Также вы должны познакомить с коллективом. И в коллективе, может быть, прикрепить к нему наставника, чтобы он легче влился в коллектив, легче влился и освоил свое рабочее место. И ознакомился с правилами данного предприятия. Также мы можем рассмотреть обучение. Фактически обучение сегодня есть с отрывом от производства, без отрыва производства. То есть интернет-обучение сегодня очень популярно. Самостоятельное обучение. Мы также должны отслеживать повышение и карьерный рост. То есть к этому должны стремиться каждый человек. И на лобном месте вывешивать те возможности, которые он может в будущем получить. А также сегодня особое внимание отдается подготовке руководящих кадров. То есть каждое предприятие должно знать, что не все совершенно в этом мире. Все движется. НТП, НИОКР предполагают не только обучение своих неопытных сотрудников или молодых специалистов, но и сам руководящий состав. Почему? Руководители, управляя своими работниками, должны быть в курсе всех событий, в курсе всех новинок. И по мере возможности внедрять их в постоянную работу. Ну и сегодня мы также говорим, что используется маркетинг. Сегодня маркетинг фактически дает нам возможность выявить, насколько полезен сегодняшний персонал. Насколько он хорошо адаптируем в современных условиях. И если мы ведем нормальный учет или контролинг, то фактически наше предприятие как бы выполнит все поставленные задачи. И самое главное в управлении персоналом – это его обеспеченность. Обеспеченность социальная, организационная, правовая, информационная. Фактически каждое обеспечение, оно как бы упирается в определенные мероприятия. Социальное обеспечение предполагает развитие именно культуры, организации, персонала. Организационное обеспечение, оно дает как бы совершенствование всей работы нашей, нашего предприятия. Правовое обеспечение помогает решить определенные вопросы, а информационное обеспечение помогает сегодня нашим работникам своевременно адаптироваться в данных условиях и сделать свою работу на хорошо. Фактически кадровая работа сегодня, это кадровые службы, они должны в основном работать по четырем направлениям в казахстанских условиях. Это профессиональное развитие и планирование условий карьеры персонала. Второе – это формирование кадрового резерва. И третье – это оценка и анализ сотрудников. А четвертое – это программирование профессионального развития по анализу результатов. Тенденции профессионализации кадрового менеджмента мы видим в следующих направлениях. Каждая кадровая служба должна не просто развивать кадры, она должна повышать еще статус и имидж данного предприятия. Мы должны работать и создавать сети общественных международных структур, то есть не отставать от их новинок. А также мы фактически должны сформировать свою собственную систему управления персоналом или кадрами. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...